Вот так вот у нас затопило всё. Вся улица затопленная, зато у нас новые бордюры. Ливень на улице Цементников быстро превращается в водопад, который стекает прямо во дворы. Многолетнюю проблему водоотвода здесь усугубили дорожники. Они снесли самодельные средства спасения от стихии, чтобы сделать новый тротуар, рассказывает Александр. Заказывали экскаватор, чтобы побольше канаву сделать. Две машины заказывали. Вот получается, два КАМАЗа полностью мы отгрузили до туда. Но хватило этой ямы у нас на полтора года. Нам прокапывали. Ну вот такая глубина. За этот ливень, считаю, её всю законопатило. За много лет жители приноровились. Рыли канавы, делали ограждения, высаживали кустарники. Всё это заменяло ливнёвки. Этим летом на разбитой дороге начался ремонт. В проекте предусмотрели новый асфальт, тротуары, но не водоотвод. Теперь во время ливней местные вооружаются черпаками и лопатами. Муж, я, дети черпали, свекровка, бабушка. Все мы черпали воду лопатами. Вот которые снег собираешь, большие лопаты, чистишь зимой снег. Берёт муж, кидает на дорогу или вот в траншею куда-то. Мы с детьми ковшиками вёдра наливаем, наливаем и выносим подальше от дома. Целая семья ещё может противостоять потопу в огороде. Но как быть пенсионером? Соседке Галины 88 лет. В одиночку она ни за что бы не справилась. А двор серьёзно размыла даже под навесом. А по колено воды. Вот так стояло по колено. А что я могла сделать? Оно всё сюда. Сливы-то они не делают. Решили хорошо сделать. Благоустроили. А для простого-то людо. Владельцы подтопленных участков уверены, такой ремонт делается для галочки, раз людям от него только хуже. После укладки финишного слоя асфальта уровень дороги поднимется ещё выше. Вся вода с дороги будет бежать в дома и огороды. А пользоваться такими тротуарами в дождь будет почти невозможно. Ещё одна проблема – это полное отсутствие ограждений. Раньше они здесь были. Теперь, когда жители выходят из дома, вынуждены идти очень аккуратно. Чтобы, когда нерадивые автомобилисты едут на скорости, не окатили их водой. Нас уже облили. О проблемном участке в управлении дорог знают. Там обещают, на время ремонта будут больше внимания уделять откачке воды в случае непогоды. А вот когда дорожники закончат, объясняют, потопов не должно быть. Водоотвод в проекте всё-таки предусмотрели. Перед началом производства были проведены геодезические исследования, согласно которым будет выполнен поверхностный водоотвод на участке. Также в районе улицы Цементников 34 будут выполнены работы по устройству ливневой канализации, куда и будет уходить вся вода. Завершить работы на Цементников должны до конца лета. А значит, тест-драйв водоотвода придётся на самый сезон дождей. Софья Толстопятова, Степан Майер. Новости Прима.